Всем привет! Меня зовут Лена и я хочу вам показать свой кабинет, свою мастерскую, а также рассказать о том процессе, который у меня сейчас идет в работе. Итак, кабинет такой небольшой. Небольшой, это компьютер, рабочее место. Здесь у меня станочек с очень долгим-долгим долгостроем моря, которое в этом состоянии уже у меня болтается немым укором, наверное, второй год. Но я думаю, что совесть моя все-таки меня замучает и я его тогда дошлю. Здесь у меня комод. Я его называю сундук со сказками. Сейчас вы поймете, почему. Тут мое ниточное хозяйство. Не все так, конечно, гладко, как хотелось бы, но творческий беспорядок, скажем так. Здесь всякие разные ниточки. Ниточки все намотаны на бобинки, разложены по цветам. Есть у меня карта цветов ДМС, по которым я их сверяю. Я не заморачиваюсь насчет того, что нитки должны быть только одного производителя. Конечно, ДМС это ДМС. Но очень неплохо себя ведут и китайские, и кировские, и польские, и чешские тут у меня есть. Так что все они рано или поздно у меня уходят в работу. В следующем ящике тут тоже вышивка. Здесь наборы разные. Такая вот Венеция, которая ждет своего часа. Обожаемые коты. Чуть-чуть отсвечивает, звеняет. Первое мое видео. Может быть не совсем удачно, но первый блинком. Ну что, прорвемся. Так что здесь у меня присутствуют разные кусочки канвы. Всякие прибамбасы, бисер, ленточки. Ну в общем, все хомячьи счастья, все в этом сундуке со сказками. Здесь пяльцы, спицы и формочка для бисера, когда вышиваю. В третьем ящике больше швейная. Ну а также я его использую как полочку такую для своих органайзеров. Вот вы видите, у меня здесь паковский органайзер, который мне подарила моя любимая племяшка Виктория. Чем очень сильно продвинула работу над вышивкой африканка. Как-нибудь покажу ее чуть-чуть попозже. Ну а вот, собственно говоря, схема, над которой я работаю сейчас. Это набор доме, корейский, оригинальный. Называется картина 100 журавлей. Шьется она на 14-й канве. Вот. Тут около 50 цветов в работе. Такида журавлей 100. И работа достаточно большая. Она будет 1,50 на 60 см. То есть, ну, на такую хорошую большую стену. Ну и, собственно говоря, мой станок. Мой станок. Он у меня такой большой, огромный получился. Этот станочек мне делал мой муж. По эскизам и чертежам, взятым в интернете на Леру. Отдельное спасибо Леночке, которая поделилась своими изобретениями. Вот. Но, как вы правильно понимаете, станочек был рассчитан максимум на 50 см. Естественно, пришлось вот эти планочки заменить. Расскажу секрет. Я поехала в опи-центр, в супермаркет строительный. И купила два держака для швабры. Самые тонкие, диаметром 2 см, которые идеально сюда подошли. Шью работу как бы сбоку, потому что по ширине она просто ни в один станок не влезет. Ну и вот первые журавлики. Вот они, красавчики. У них слегка горбатые носы почему-то получаются. Видимо, я еще не совсем с бэком разобралась. Но будем исправлять эту ошибку. Ну, тоже смешные такие курносые журавли. Вот. Это отшито, почти отшито еще одна страничка. Тут осталось проложить вот здесь бэк. И эта страница будет закончена. Всего 44 страницы. Пока отшито только 4. Ну, тут особо похвастаться нечем. Здесь не буду распаковывать. Вы меня уж извините, что очень тяжело натягивать потом канву. Здесь иероглифы. Водичка, свет. Ну, как бы так. Здесь у меня вот схемка таким образом прикреплена. На магнитик. Очень удобно. Зачеркиваю маркером. В общем, развлекаю всеми подручными средствами, как только можно. И нельзя. Ну, собственно говоря, наверное, для первого видео хватит. Простите, может быть, несколько сумбурный текст. Незаготовленный, невычитанный, непрочитанный. Ну, от души. И как Бог на душу положил, так и рассказал. Всем спасибо. Всем пока. Пишите, звоните. С удовольствием буду общаться. Всего доброго.